Итак, вот я был здесь, да, андерхука у меня нет. Объективно очень тяжело заправить андерхуку, когда он его видит, когда он защищается. Поэтому и для андерхука, и для будущих худушек я должен придумать ему новые заботы, да? Я должен заставить его искать равновесие. То есть что я делаю? Я беру, вытягиваю его на себя, и здесь он не будет не упираться в руку, он понимает, что близок свип, да, он начинает искать равновесие, видите? Я его просунул, взял андерхуку. Я могу переворачивать отсюда, могу посадить его, сесть, как дядя Ваня сел, и отсюда работать, да, выходить на рычаг, переворачивать в одну-вторую сторону, понятно? То есть мы были здесь, я сидел, тяжело заправить, он все видит, окей, ничего страшного. Я беру, если он уперся рукой, могу толкнуть его, видите, важно, толкаю не в кимоно, а в плечо, чтобы ручку освободить, убираю в руку, вытягиваю на себя, ему придется искать баланс, то есть, да, плюс я вытаскиваю, легко забрал андерхуку, да, то есть это для предыдущих упражнений, прямо отсюда могу на рычаг выходить, да. Итак, с этим понятно. Теперь переходим, собственно, в мои любимые комбинации. Чем она любима? Я люблю техники, которые не требуют смены захватов, которые не требуют супердолгой подготовки, и которые достаточно жесткие, и достаточно простые, я же тупой, как валенок. Итак, я работаю с этим захватом. Половина всего строится на том, как вы возьмете эту руку. Если вы возьмете ваш захват, и у вас вот здесь, между его ухом и его шеей, будет вот люфт пизды, то у вас удушки и свипа нормального не будет. Почему? Потому что вы будете плохо воздействовать на его шею. Для этого вот это пространство должно заполнить своей рукой. Обратите внимание, как я заправляю. Я беру свою руку, она огибает его шею, то есть не вот здесь, а мои пальцы прям заходят за его шею, и здесь я сжимаю кулак. Видите, я набрал кимоно, и я пригрузил его шею. Дальше. Фиг я что сделаю отсюда, если он не боится свипа. Я должен угрожать ему свипом. Поэтому я делаю то же самое, что я делал до этого, да? Я убираю его руку, я могу встать, допустим, да? Убрать его руку вовнутрь и вытащить его на себя. Да, это не сопротивляйся, не поможет. Вот. Очень важно. Я не начинаю таковаясь здесь, еще рано. Надо попугать побольше. Я начинаю вкручиваться, и вот здесь я хочу, чтобы он забоял свипа. То есть я здесь, 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 и обычно начинают меня грузить. Я убираю эту руку. И обратите внимание, вот здесь, видите, вот эта складка идет от моего захвата, который я взял. Вот мои пальцы. Я беру не краешками пальцев, я прям, видите, набираю плотно. Моя рука очень плотно ложится на мою руку. Я взял вот здесь захват. И обычно люди пытаются душить отсюда, ничего не делая ногами. Это неправильно. Что я делаю своими руками? Я своей рукой делаю вот такое движение, видите? Одновременно. Вот я взял. Я, вот важно, у меня одна нога была здесь, я ставлю ко второй ноге. Я толкаю его ногами от себя. Рукой делаю вот это движение. Я своей грудью прижимаюсь к его голове. И вот эту позицию я должен держать. Важно. Он может не задушиться сразу. Чего я хочу добиться? Я не хочу, чтобы он сидел, видите, собранный. Я не буду сейчас душить, я наберу специально очень далеко. Я хочу максимально его растянуть. Я хочу быть здесь. Я хочу, чтобы его шея была как бы отделена от его плечевого пояса. И нам попадаются все-таки люди духовитые, сильные, которые хорошо терпят удужки. И вот эти люди, они здесь, ну, не душатся. Он подбородок успел всунуть. Но то, что они не душатся, они знают, что они не будут защищаться. Они всегда активируют свои руки, чтобы начать защищаться. Снимают они всегда верхнюю руку. Ну, сейчас даже скручиваться не пришлось, да? То есть я комбинирую. Обязательно делаю. Через вытаскивание на себя. Мне это очень важно. Частая ошибка, еще раз, ребят. Вы часто недовытащите. То есть я был здесь. Колено широко. Да? Если он пытается рукой обхватить мое колено, я вставляю сюда локоть просто. Да, вот на меня здесь. Я набрал еще раз. Вот здесь. Вот здесь. Между ухом шеи. Не должно люфтить ничего. То есть, смотрите. Вот этого быть не должно. Пум. Кулачок жал. Чем глубже вы заберете, смотрите, внимательно кимоно. Видите, складочка образуется. Вот здесь, смотрите, мне нужна именно та складка, которую я образую пальцами. Да? Дальше. Я работаю с рукой, я могу вытащить на себя. Я вкручиваю таз. Я хочу, чтобы он поверил в свип. Потому что тогда он ломается на меня. После этого толкнуть, сесть. Вы должны обоих руками очень жестко. Важно. Удушка может не пойти сразу. После жесткого включения не должно быть расслабления. Я включился жестко, вжался, я не усиливаю и не расслабляю это давление, пока он не постучит. Он может долго засыпать, это нормально. Я взял. Вот у меня захват сел. Ножки мне растянул, спинка жесткая. Если не идет, он снимать всегда будет всегда верхнюю руку. Она идет, забирая топорную руку. Вытаскивание. Вкручивание. Свип. Механинка, понятно? Важно, если вы закрыли удушку, заставьте человека постучать.